На часах около часа ночи возле бара на улице Станиславского толпа народа. Вышли подышать воздухом или ждут своей очереди. Мы со специалистами департамента потреб рынка и полицейскими за вход не платили. Наверное, поэтому директор и не хотел нас пускать в свое заведение. Потом сжалился, но решил показать, кто в доме хозяин. Ты не имеешь права, и все статьи твои работники. Не ты, а вы. Я буду тыкать. Понял? Молодецкого задора и дерзости молодому человеку хватило минут на десять. После предметного разговора с полицейскими он стал намного покладистее. Вывел из бара всех посетителей и стал отвечать на вопросы гостей, которых явно не ждал. Любите девушки, а спите романтика. Такая вот ночная романтика, но вопросов к работникам заведения от этого не меньше. Во-первых, почему они, вопреки постановлению правительства, трудятся, не покладая салфеток и кальянов после полуночи? Во-вторых, что здесь вообще делают кальяны, когда курить их в общественных местах запрещено? Ну и третье, без масок работать сейчас нигде нельзя. Но тут обо всех этих правилах вроде как и не слышали. Работники бара наверняка задавались таким же вопросом, зачем они вышли на работу, если теперь придется заплатить штраф. Организация общественного питания работала после нуля часов, а также сотрудники находились на рабочих местах без лицевых масок. В отношении виновных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении, которые будут переданы в суд. Также были выявлены нарушения по курению кальянов в общественных местах, что в данное время запрещено на территории Ростовской области. А еще тут безо всяких проблем наливали посетителям алкоголь, хотя о лицензии не подумали. Всю запрещенную продукцию полицейские, конечно, конфисковали. Теперь следующего романтического вечера в этом баре придется подождать. Величина перерыва зависит от уплаты штрафов. Иван Полехин, Юрий Санкин, Первый, Ростовский.